А давайте ещё по собственности поговорим. Как вы думаете, что такое собственность в интернет? Что является собственностью интернет? Как вообще определить, вот это моё, а это не моё? Как вы считаете, что является собственностью в интернет? Вот вы пришли, вы создаёте информацию, что является вашей собственностью. И вообще, есть ли собственность в интернет, как вы считаете? Такие вопросы, да, задаю, сложные. Но я думаю, сейчас мы поговорим о этом, выясним все дела. и будет полегче восприниматься просто информация. Ага, Лена считает, что нету, так, своя страница, есть. Так, Елена сомневается, но по-моему, ее нет, имя. То, что сами создали. Ну, смотрите, то, что авторское право, да, здесь не путайте. Собственность, авторское право, это да, это авторское право. Но поверьте, в интернет все, что выложено, друзья мои, не имеет никакого собственного права. Поверьте, вот все, что вы опубликуете в интернет, оно все доступно. Вы хоть как запрещаете это копировать, вы никак это не сделаете. Поэтому готовьтесь к тому, что весь ваш контент будет кем-нибудь украден или где-то скопирован, но это вас не должно волновать на самом деле. Собственность, контент, да, вот все считают, что интеллектуальная собственность, контент, это немножко другое. Вот собственность в интернет, друзья мои, интернет – это физическое вообще явление. Вот интернет, представьте, да, интернет, вот именно в интернет что является? Считай, пропало, да, точно так и есть. Смотрите, кто знает слово домен, доменное имя? Кто знаком с этим названием, доменное имя? Точнее, давайте, кто не знает, что такое доменное имя? Так, я задала сначала один вопрос, теперь буду путаться. Я, я, кто? Это вы знаете, Сергей? Ну, я так полагаю, что знаете, знаете. Хорошо, смотрите, знаете, как переводится слово домен? Вообще, у нас очень много слов в интернет, в русском языке пришло именно английских, и мы никак их не перевели, никак не используем, мы все используем вот как-то так, да, по-английски. Так вот, слово домен, домен переводится как территория. Территория, да? А домен – это адрес нашего сайта. Как мы выяснили, все, что в интернет – это сайт, и вы повесили одну страничку – это сайт. Так вот, многие полагают, что вот я создал сайт, написал там текст, и это моя собственность. Нет, ваши тексты всего лишь лежат в базе данных, которая лежит на хостинге. А хостинг – это компания, которая вам арендовала кусочек своего места на компьютере. Все, это не ваша собственность. Вы всего лишь там арендуете место. Итак, вашей собственностью в интернет является доменное имя. Ваши адрес в интернет. А теперь скажите мне, пожалуйста, когда мы ведем деятельность и создаем информацию, как мы уже выяснили, в социальных сетях мы ее создаем, когда мы создаем информацию в социальных сетях, кому она принадлежит? Думая теперь о доменах, да? Кому принадлежит эта информация? Можете по именам назвать, они известны эти имена, Facebook и прочие создатели. Правильно, друзья мои, владельцы он в соцсети. Это они, это их территория, это их собственность. Марку Цукерберг, правильно, молодцы. Знаете владельца Facebook, владельцу этих доменных имен. Это очень важно, друзья мои, уяснить. Потому что сейчас мы будем говорить про блог, мы будем говорить про сайт. И очень важно понимать и различать, где ваша территория, а где не ваша территория. А теперь скажите, вот хорошо, вот как в жизни? На самом деле в интернет нет ничего такого, чего нет в жизни. Многие вот, кстати, путаются с этим и полагают, что здесь что-то такое волшебное в интернет. На самом деле здесь все то же самое, как в оффлайн. Итак, домен это земля. Мы купили землю, земля в собственности. Мы ее можем передать по наследству, мы можем ее продать. Кстати, с доменом все то же самое, да? Записывают его на наше имя. И она практически все, как вот собственность, она, вы можете с ней все делать. Да, знаете, да, что домены продаются, на аукционы выставляются и так далее. И на этой территории мы строим дом. Мы строим дом. Это знаете, вот, кстати, вот интересный очень момент. Я не знаю, не помню, как это все в России. Мы не занимались в России никогда ни землей, ни строительством. Но здесь в Таиланде очень интересно, здесь невозможно купить землю. Но на земле ее можно арендовать и построить дом. Так вот, дом на земле не является твоей собственностью вообще. И в любой момент хозяин земли, если говорит, ребят, вы тут как бы, я забираю землю обратно, я тут решил что-нибудь построить, вы ничего не можете с этим сделать. То есть вы можете забрать дом, то есть забрать вот эти вот кирпичи, там из чего он состоит, да, забрать с собой, вынести его, так сказать, с земли. Вот, но как бы ничего дальше с этим не сделаешь. Вот, так что вот, выяснили, да, да, жесть. Выяснили, что домен это важно и важно иметь в интернет, если вы пришли сюда всерьез и надолго, у вас должна быть своя территория. Какой бы деятельность вы тут не развели, чего бы тут не делали, всегда смотрите на домен, где вы работаете. Если он не принадлежит вам, знайте, что это не ваше.